Привет, друзья! Это Оля и продолжаю я делать свой мини-альбом пляжные истории. Второй этап начну с создания шейкера. Из пленки для печати на принтере я вырезала два прямоугольника размером 10 на 8 сантиметров. Это будет размер шейкера, такого разделителя в альбоме. Туда я помещу ракушки, которые собрала на пляже. И сначала чуть-чуть сразу декорирую одну из пленочек. Для этого я использую бирочку, прямоугольничек такой симпатичный, на котором можно будет что-то написать потом, впоследствии. Будет так внизу размещаться. Сразу приклеиваю на двусторонний скотч его, чтобы он никуда не уезжал. И соединяю две пленочки маленьким кусочком бумажного декоративного скотча. В двух местах, сверху и снизу. Буквально чуть-чуть. И приступаю к шитью. Прошиваю этот прямоугольник по периметру, но пока только с трех сторон. И получается такой пакетик, кармашек. Скотч убираю, он больше не нужен. И насыпаю внутрь пакетика свои ракушечки маленькие. Я собрала именно миниатюрные такие мелкие-мелкие ракушки. Но немножко песка тоже добавилось туда, попало случайно. На песок, я думаю, будет вылетать из такого кармана, потому что там дырочки. Сшиваю верхнюю сторону. Теперь получился закрытый кармашек. И чтобы дырочки для колец можно было без опаски потери ракушек сделать, я прошиваю вторую строчку, делаю сбоку, на некотором расстоянии от края, от первой. Чтобы получился такой кармашек, в котором уже будут дырочки. По шаблону, в качестве шаблона использую другую страничку. По шаблону вырезаю дыроколю дырочки. И вот получается такой шейкер. Ракушки не вылетят. И дырочки эти без опаски я сделала. Немножко задекорировала наполнительно звездочками. И у меня еще осталось на самом деле три фотографии, которые я не разместила пока в альбоме. Поэтому я их тоже сразу быстро оформлю в такие легкие странички. Использую одну страничку 10х15 с воротом, которую я сделала. И пока она мне никуда не ушла, тогда я спрячу внутрь одну фотографию. Она получилась темной, не супер качественной. Но на видео она совсем темная. Так в жизни она более-менее адекватная. Но я ее не хочу выкидывать как-то, да. В общем, я ее решила пристроить в такое секретное место. И сразу декорирую эти две странички с тремя фотографиями. Беру дополнительные карточки и свои, которые нарисовала, и просто которые подготовила для этого миника. Дополнительно использую бумажки, которые у меня остались от предыдущих разворотов. Высечки, все очень просто. И поскольку у меня уже, в принципе, странички готовы, я эту страничку сразу декорирую и штампами, и надписями, и какими-то мелкими детальками. Для надписей я использую наклейки. Это английский алгогит, но он похож на русский, где нужно. Поэтому надпись «Ах, какая красота!» Очень хорошо получилось. «Какая красота!» Это ручной принтер, дай ему. Добавляю журналинг под фотографию. И мне вообще вот этот разворотик с отворотом очень нравится. Такой получился легкий, симпатичный. Прям балдею от него, если честно. И для маленького разворотика хочется мне какую-то высечку туда. Там у Катюши такое лицо не очень довольное, поэтому лимончик туда очень хорошо вписывается. Все приклеиваю и с обратной стороны добавляю карточку и небольшой совсем декор. Теперь возвращаюсь к моим готовым страничкам, который вы уже видели. И добавляю сразу надписи. Использую для этого буковки. Это буквы Studio Calico. Они разных цветов. И я набираю ими русские слова. Где-то буковки подрезаю, где-то добавляю что-то, чтобы это была наша знакомая русская буква. Получилась надпись «Это оно, море, мое». Ну, там даже не пришлось практически ничего добавлять, только букву «Э» я сделала. Немножко штампов, мелких звездочек пробковых, которые удивительно классно вписались вообще в этот миник. Как-то на пробковые украшения я раньше не особо обращала внимание, а тут они прям вот в цвет песка и в настроение прям очень хорошо вписались. Я их полюбила. Они такие тоненькие, легкие, изящные, красивые очень. Добавляю штампами мелких надписей. Это тоже наборчики Studio Calico. Маленькие штампы, которые с китами приходят, которые я люблю везде использовать. Они такие миниатюрные. Хорошо ими делать какие-то акценты или просто разнообразить фон. Прямо идеально для этого подходит. И тут я уже работаю сразу тоже над всеми разворотами по очереди. Из этой стопки, которую я сделала в предыдущем этапе. Раскладываю один разворот, добавляю надписи, журналинг пишу, ставлю штампом, датаром дату, добавляю какую-то мелочь. Мелочь у меня, в общем-то, не такая уж очень разнообразная. Это пайетки, наклейки, эти звездочки. Может быть, высечки где-то еще будут добавляться. Но в целом, вообще, надписи очень обогащают альбом. И он по-другому играет. Сразу интереснее становится его рассматривать. И кажется, что он уже такой более насыщенный. Хотя, на самом деле, деталей добавляется на этом этапе не так уж много. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Под конец уже совсем облинилось. Даже не стала снимать штамп. В итоге у меня на акрилом блоке сразу с двух сторон два разных штампа. Но, кстати говоря, это очень удобно так работать. Оказалось, что классно вообще. Надеюсь, что вам понравилось смотреть, наблюдать за процессом создания этого миника. В следующий раз покажу создание обложки. и соберу альбом на колечке. Посмотрим уже вместе, что получится у меня. Спасибо большое за просмотр. Если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь, потому что будет много еще разных интересных проектов. и до новых встреч. Пока-пока.